Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. И сегодня у нас красивая тема про красиво цветущие кустарники. Красиво цветущие кустарники всегда на слуху. Как на личном, так сказать, подворье, так и в городском озеленении. Очень многие нас преследуют уже просто столетиями. Но я сегодня хочу заострить внимание на тех, которые еще мало распространены, либо на них по каким-то причинам не обращают внимания. И к тому же, как нам всегда хочется, чтобы, кроме того, чтобы растение цвело, оно еще было морозоустойчивое и декоративное в течение всего сезона. Надеюсь, что у нас сегодня с вами все получится. Первое такое растение – это дейция. Но дейция именно вид изящная. Растение невысокого роста. Можно даже назвать его среди кустарников карликовым. Его высота в таком же взрослом возрасте 60-80 сантиметров. Очень удобно для использования на практически всех наших маленьких дачных участках. Дейция во время цветения покрывается просто гроздями белых цветочков. И цветение обычно у нее наступает в мае, в июне месяце. Длится до июня месяца. Иногда некоторые сорта настолько покрыты цветочками, что под этими цветочками мы даже не видим и листьев. А у некоторых видов они поникают до самой земли. Вот это вот у меня маленький такой букетик из дейции изящной. Потом ближе вам покажут. Следующее растение – боярышник. Сказать, что это кустарник, ну, скорее всего, это такое деревце. Боярышники тоже достаточно распространенные растения, широко известные, как декоративные, так и лекарственные. Но я хочу заострять ваше внимание сегодня на боярышниках трех видов. Первый вид – это боярышник рубра. У него ярко-красные, скорее, темно-красные цветочки с белой серединой. Они слегка махровые могут быть. И еще один вид – это боярышник уницеа. У него цветочки темно-красные, листва тоже немножко насыщенные, такая темно-зеленая. И цветение совпадает с предыдущими видами. Эти боярышники характеризуются высокой зимостойкостью, что очень выгодно для нас. И практически не поражаются вредителями и болезнями. Ну и затем, что нас радует, это такая тенденция современного ландшафтного дизайна, когда обращают внимание на плоды. То есть некоторые селекционные линии других видов растений, они специально заточены на то, чтобы получить необычные окраски плоды. Так вот, у этих боярышников мы еще будем наблюдать в конце лета-начале осени замечательные плоды. Они будут отличаться от боярышника сибирского или кровавокрасного, но, тем не менее, их можно тоже использовать в пищу, либо для украшения в качестве декора. Следующее растение, на которое можно обратить внимание, это бузина черная. Вот она позади меня. У нее еще не характерный окрас листьев. Листья у бузины черной сортов, таких как Black Beauty, насыщенно будут такой бордовой окраски. А у сорта Black Lace листва будет необычайно рассеченная, что тоже принесет в сад такую воздушную нотку. И снова же, в отличие от других видов и сортов бузины, соцветия у нее затем будут розовые. Очень необычный такой окрас, который также внесет такую цветовую гамму в наш сад. В сочетании с листьями очень эффектно смотрится. Другое растение, про которое я хочу рассказать, ну, конечно, назвать его зимостойким трудно, но мы же возимся с розами, поэтому это растение будет вести себя примерно как роза. Иногда его в Европе называют розой. Но это гибискус. Гибискус, вид его сирийский. Считается, что оно не морозостойкое. Но вот в условиях Беларуси, зона зимостойкости у нас пятая, пятое, оно перезимовывает, но с таким уходом, как роза. То есть мы срезаем побеги, как у розы, и делаем легкое укрытие. Особенно это касается молодых растений. Но вся эта вот возня и приплясывание вокруг гибискуса сирийского окупится на следующий год необычайным цветением, потому что цветки у гибискуса крупные, сочные, зелень сочная, здоровая, блестящая. Цветки могут быть с окраски от белой до фиолетовой. И особенность семейства малевовых, когда цветок в виде колокольчика такого, он широко раскрыт, этот колокольчик, и пистик выступает далеко вперед, имеет иной окрас, чем лепестки, чем тоже привлекает очень наше внимание. И снова же внимание насекомых, которые будут прилетать на ваши клумбы. Гибискус сирийский, как я уже сказала, потребует укрытия, но затем, спустя 4-5 лет, он может быть более устойчивым к низким температурам. И высота его достигнет, хотя в природе, в субтропиках, это растение субтропическое, он может достигать высоты и 2,5-3 метра, но у нас этого не дождетесь. Полтора метра, то, что я видела, это, мне кажется, потолок в наших условиях, но и этого вполне достаточно. Гибискус также хорошо поддается стрижке в южных районах, в условиях Крыма. Из него можно делать даже изгороди живые, тогда, конечно, немножко ущерб цветению, но все равно в этой изгороди мы будем наблюдать всплески ярких цветочков. А цветочки могут быть еще и махровые. Махровые сорта, они менее морозоустойчивые, но зато очень эффектные. Мне кажется, что гибискус будет достойным в вашем саду. Малораспространенное растение – обелие. Обелие мазоненская. Это также не очень высокое растение, высота его может достигать 1,5 метра. И цветение ее уже будет длиться с июня месяца. Но плюс для обелии таков, что цветение будет длиться до поздней осени. Впрочем, как и гибискус. Гибискус цветет до конца сентября. И если бы не похолодание, то и дальше, наверное, бы он радовал нас своим цветением. А белие, к тому же, еще очень приятно пахнет. Интересное растение – деярвила. С таким странным названием. Это растение невысокого роста, с многочисленными розоватыми, скорее, ближе к белому-бело-розовыми цветочками. И цветение ее длится с июля месяца и в течение августа месяца. Растение необычное. У него листовая пластинка, имеет двухцветный окрас, внутри светло-зеленая, а по краю практически бело-желтая. И такие же необычные соцветия. Соцветия бледно-желтые, но трубчатые цветки, словно звездочки, свисают с этих побегов и приносят в сад такую приятную нежность. Будлея давида. В принципе, растение, можно сказать, что распространенное и достаточно широко используется в озеленении. Но некоторые боятся его использовать, потому что считают, что оно не морозостойкое. Да, бывает, конечно, в случае, что оно обмерзает. Но при этом надо помнить о том, что цветы появляются на побегах текущего года. Поэтому мы все равно в любом случае на зиму его обрежем, а весной вновь отрастающие побеги дадут необычайно красивые соцветия. Эти соцветия не спадающие, конусовидные, различных окрасок. И потому что они привлекают много бабочек, его еще и называют цветком бабочек. Окраски самые разнообразные, и куст смотрится необычайно и очень-очень нарядно. И что еще, какой плюс Будлея давида, в том, что цветение ее наступает в середине августа и длится до середины сентября. А иногда даже в теплые сезоны, иногда даже и позже, до ноября месяца. Но растение, которое, не сказать, что оно широко распространено, но заслуживает внимания, потому что цветение его в зависимости от вида вообще как-то вот не определено. И это растение называется гомомелис. Это могут быть как деревья, так и такие достаточно мощные кустарники. Все формы этого рода очень красивы уже от природы и навевают что-то японское. Поэтому можно использовать в качестве одиночного растения на фоне газона, либо на фоне стены, либо в японском садике, если кто-то вдруг увлекается ландшафтным озеленением. Гомомелис имеет необычное строение своих цветков. И чашечка практически красно-бурого такого оттенка, желтые, разного оттенка, желтые лепестки, которые, ну, словно паучьи лапки, может, для цветка не очень хорошее сравнение, но они в самом деле необычайно изогнуты и кажется, что они живые и шевелятся. А цветение может наступать как в конце декабря, так и в марте, и в апреле месяце, в зависимости от погодных условий. Иногда кажется, что растение замерло и не развивается, но это такая физиологическая особенность, затем оно все равно зацветет и порадует нас своим цветением. Растение достаточно морозостойкое, но единственное, что, наверное, трудно будет его раздобыть. Если говорить о деревьях, то нам надо еще одна передача о красиво цветущих деревьях. Но нельзя не упомянуть о том, что во все времена сакура привлекала внимание, и сакура веяна такими легендами, историями, и это просто, ну, целое для японцев, это просто целая жизнь, то, что касается сакуры. Настоящие сакуры вы, ну, может быть, у нас не найдете, вряд ли она будет зимостойка в наших условиях, а вот то, что мы, в принципе, и называем сакурой, это вишня вырезанная, и особенно сорт ашидорий с нежно-розовой окраской пышных цветочков, густомахровых. Когда она цветет, отцветет она, начиная с апреля месяца, в зависимости от погодных условий, там может быть и середина апреля, и конец апреля месяца, но цветение просто необычайное, и она просто утопает в своих цветочках нежно-розовых. Ну, и еще одна вишня, это вишня японская, которая имеет более насыщенный окрас своих махровых цветочков, также очень достойно будет смотреться в вашем саду. Ну, вот, это у нас прозвучала такая десятка красиво цветущих кустарников и нескольких деревьев, потому что о деревьях можно, как я уже говорила, сложить отдельную передачу. Но хочу еще в качестве бонуса заострить внимание на таком растении, как лопчатка. Вот у меня ее веточка с белым цветочком. Лопчатка, ее еще называют курильский чай. Почему-то считают, что это вот оно что-то такое банальное, что оно забытое и неинтересное растение. Наверное, когда она впервые появилась в озеленении и в продаже, то люди, насытившись ее, потом успокоились и не знали, ну, что тут такого в ней привлекательного. Вроде бы какая-то не совсем сочная листва, она такая бледненькая, с каким-то легким сизым налетом. И первые виды и сорта, они были с бледно-желтеньким цветком. Но затем появились невероятные сорта. И я буду рекомендовать и настаивать на лопчатке на курильском чае, потому что современные сорта такой цветовой гаммой обладают. Цветочки, они просто усыпают весь куст и могут быть различных оттенков желтого, оранжевого, красного, кремового. Лопчатка очень морозоустойчивая, лопчатка поддается стрижке. Ну и в конце концов, раз она курильский чай, значит, можно употреблять ее в качестве чая, что тоже очень такой приятный бонус. Поэтому привлекайте лопчатку в ваш сад. Она может использоваться для посадки и на ровном месте, и на склоне, и на олимпийской горке, и в изгороде из смеси различных красиво цветущих кустарников. Ее можно формировать, делать в таком обрезку, если так выразиться, в пейзажном стиле, а можно какие-то формы ей придавать, что, конечно, немножко снизит ее цветение, но тем не менее будет очень красиво смотреться. Да и естественная природная форма, если ее усилить и обыграть, она очень красиво играет, работает в саду. Ставьте лайки, пишите комменты. До новых встреч!